Человек не такое уж сложное существо. Он обладает личностными ресурсами. Время, здоровье, способности, мышление. У него есть также базовые потребности. Поддержание жизни, созидание, познание, творчество. Среди потребностей самым главным является поддержание жизни. При снижении возможности поддерживать жизнь, снижается возможность познавать, созидать и заниматься творчеством. При необходимости приоритет потребностей перераспределяется в пользу сохранения жизни. Самым главным ресурсом является время. Если человек затратил другие ресурсы, то потребуется время, чтобы их восстановить. Иначе человек исчерпает себя и останется без ресурсов. В том числе и здоровье. Также это справедливое в отношении развития ресурсов. Чтобы развивать возможности, необходимо время. При недостаточности времени приоритет расходования ресурсов перераспределяется. Есть и множество частных случаев перераспределения ресурсов. Например, мыслитель расходует способности ради мышления. Спортсмен расходует здоровье ради способности. Как правило, это критические ситуации. Реализация потребностей человека зависит от состояния ресурсов. Чем меньше у человека ресурсов, тем меньше потребностей он может реализовать. При условии реализации всех потребностей и полноты ресурсов, человек может сказать, что он счастлив. В таких условиях человек реализует творческий и созидательный труд. Общество – не такая уж и сложная система. Помимо человека существует магазин. В магазине человек приобретает необходимые для реализации его потребностей товары. Для того, чтобы приобрести товар, человек что-нибудь дает взамен. Это деньги. Для того, чтобы добыть деньги, человек устраивается на работу. На работе он обменивает свои ресурсы на деньги. При этом создается продукт. Продукт является собственностью производственной компании. Производственная компания обменивает продукт на деньги у магазина. Очевидно, что высшей ценностью являются личностные ресурсы человека и связанные с ними базовые потребности, а также творческие и созидательные труды. Работа и деньги в оплату за работу – это особенность организации данной системы общества. В этой системе очень важен баланс между количеством денег в оплату за работу и ценой товаров, необходимых для реализации базовых потребностей. При правильно выстроенном балансе у человека всегда есть время для восстановления затраченных на работу ресурсов. Например, если человек одну половину активного дня тратит на работу, а в другой половине дня занимается восстановлением и развитием. При таком балансе возможно развитие личностных ресурсов человека и, соответственно, развитие всей системы общества.